Вот как можно вести себя с этим человеком? На работе, дома, где-то, ну, на работе в частности. Ты, допустим, хочешь быть успешным человеком в бизнесе, допустим. Веди себя по-доброму со всеми. Но если человек в страсти находится, ты видишь, что он не хочет признавать, что он неправ. Он не хочет работать над собой. Он хочет только достижений в этой жизни. Надо доброжелательно относиться к нему. Здравствуйте, до свидания. Выполнять перед ним свои обязанности. Вести себя с ним по-доброму. Если он делает что-то не так по отношению к тебе, надо уже заранее знать, что так будет. Он обязательно будет тебя предавать понемножку. Ну, в общем, не специально. Может быть и специально, но не сильно специально. Ну, то есть он, в общем, не злой человек. Он просто делает так, как ему лучше. И все. И он всегда так будет делать, пока он не разобьется больше. И не надо думать, что мы другие. Мы такие же. Просто мы можем делать не так, как мне лучше, а так, как другим лучше. Потому что уже прошли какой-то этап развития. Ну, я надеюсь, что это так. Я надеюсь. Но если это не так, тогда ничего не получится. У нас не будет друзей. У нас будут деловые отношения со всеми. Потому что дружеские или близкие отношения могут строиться только на почве отдыха или работы у людей страсти. А на почве искренности и глубины только у людей благость. Настоящая дружба бывает только у людей благость. Не бывает у них... И в случае смертельной опасности благость просыпается у всех. Например, человек может, когда они идут на войну, человек может быть в страсти, но он будет спасать своего друга. Любого человека будет спасать из беды. Просыпается у человека душа в момент опасности, в момент страданий. Но если все нормально в жизни, скорее всего, нет. Но если люди благости, к ним надо быть поближе. И это вас будет сохранять. Если с человеком благости быть подальше, то ты расходуешься, ты теряешь силы. Быть поближе — тебе хорошо, ты счастлив. Быть поближе означает смелость, означает знание. Но с человеком в страсти не надо быть поближе. Надо по-доброму относиться к нему, и тоже будет хорошо. С ним хорошо сотрудничать, с ним хорошо делать общие дела, но нехорошо на него рассчитывать сильно в жизни. Потому что когда у вас будет беда, рядом с вами останутся только люди благости. Все остальные растворятся. Потому что некогда им. У них нет силы. Вот, допустим, жена стала инвалидом. Муж в страсти находится. Он скажет, извини, моя дорогая, я все-таки не буду с тобой жить. Потому что у меня нет на тебя ресурсов. У меня много в жизни своих дел, желаний. Я тебя ценю, уважаю. Но, к сожалению, я не могу отдать тебе свою жизнь. Потому что я не Павлик Морозов и не Зоя Космодемьянская и не Александр Матросов. Понимаете? То есть я просто обычный человек. У меня своя жизнь. Зачем я буду гробить ее на тебя, если ты инвалид? Как? Приятно? Нет. Но мы все такие, понимаете? Вот все люди здесь такие. Просто человек благости, он когда живет с человеком и заботится, он не тратит на это свою жизнь. Он не гробит. Он испытывает счастье от этого. В этом вся разница. Потому что человек благости хочет счастья от именно любви. Вот человек благости понял, что любовь выше всего стоит. А все остальные еще не поняли. Они хотят денег, они хотят славы, успеха. Вот и все, вся разница. Понимаете?